Друзья, привет! С кем не знакомый, меня зовут Евгений. В общем, с какой ситуацией столкнулся? Вчера вечером вернулся из Москвы, ездили на машине. И звонит мне... Сейчас, ребята, вот так, можно? Звонит мне сосед мой, ватсап. Жека, как съездил туда-сюда? Я говорю, слушай, я вот сейчас хочу в магазин сходить. Дома шаром покати. Поэтому хочешь, давай за компанию. Заодно я расскажу, как там Москву поживает. Ну, в общем, встретились с ним. Я вот, ребята, иду с ним, да, идем до магазина в Дикси. Иду и не понимаю, что происходит. Он какой-то, знаете, вот как дурачок какой-то. И вот какие-то шутки. Я говорю, Стас, а что с тобой? Он говорит, да, мы там немножко это, там, понюхали чуть-чуть. Вот, отойти не могу. Ну, я не стал, конечно, ничего говорить. Ну, так, рассказал, как съездили в Москву. Ну, и, в общем, попрощались. Потом написал ему уже, типа, Стас, старайся мне больше не писать. Ребята, я почему вот в своих видео не люблю наркоманов? Потому что, ну, мне страшно, мне реально страшно. Причем я боюсь не того, что я как-то наркоманом стану. Да, я не этого боюсь. Я боюсь, в первую очередь, того, что это незаконно. Соответственно, вот, знаете, вот где-нибудь, ой, посмотри, посмотри, как это выглядит. Потрогай, посмотри, он мне что-то покажет. Я, соответственно, меня на камерах снимут. Потом с полицией хирак приходит, там, повестка, да, или забирают. И все, и посадить могут. Поэтому все, что незаконно, я с этим не связываюсь. Вот, у меня такой страх. Потому что к 30 годам только жить начинаешь, да, только вот свое жилье появляется, стабильная работа. И загреметь в тюрьму из-за какой-то дурости, да, из-за моментной слабости, я боюсь. Я реально этого боюсь. Поэтому и, в общем, всех таких знакомых, кто у меня с этим сталкивается, я сразу обрубаю все эти знакомства. По поводу вообще наркотиков, что хочу, ребята, сказать. Помните, пожалуйста, вот такую ключевую вещь. Что вот это, знаете, ой, один раз, один раз, ничего страшного, попробую, вот какие-то новые впечатления. Вот это один раз, он может изменить вашу жизнь, вот, кардинально просто. Мало того, что вы можете в тюрьму загреметь, так и наркоманом можно стать. И, в общем, в общем, ребята, ребята, ни в коем случае, вот как только вы с этим сталкиваетесь, сразу скажите себе, стой, 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 что происходит. Все, это не ко мне, это не про меня. В общем, поэтому я всем вам рекомендую отдаляйтесь от этих людей, которые с этим сталкиваются. Тем, кто уже с этим столкнулся, кто пробовал, я всегда говорю, что, ребята, ищите единомышленников. Создавайте свой YouTube-канал, пишите ролики, вот, прямо первый день, второй, третий, четвертый, десятый, без наркотиков. Вы быстро найдете людей с такой же, с такой же проблемой, да? И начнете общаться, начнете поддерживать друг друга, и у вас все получится. Потому что самое главное – это поддержка. Когда-то есть единомышленники, когда есть люди, с которыми вы горите одной идеей, это всегда легче. Вот такие дела. Ну, лучше с этим не сталкиваться. Ну, как-то так. Так, все, ребята, я вот, кстати, это видео хочу выбросить без обработки. Совсем, вот просто, знаете, вот как я сниму сейчас, да, так и выложить на YouTube, потому что я еду сейчас на работу, а на работе у меня нет видеоредактора, и в связи с этим, в связи с этим я вот сейчас прям загружусь с телефона. Посмотрим, что получится. Мне кажется, я какой-то страшный. Солнце так падает, да? Что еще, ребят? Я выложу ролик про Москву, его просто обрабатывать надо. И что еще? А, еще на Нудистский пляж я с другом ездил в Москве. Тоже выложу ролик. Посмотрим, что там в Москве интересного. В Питере тепло, светит солнышко, в Москве жара бешеная была. В общем, такие дела. Все, ребята, я поехал на работу. Вот видите, зеленый мой велосипед стоит. Велосипед, как-то еще в Питере здесь говорит, велосипед. Велосипед мой зеленый стоит. Все, ребята, я поехал на работу. Еще два дня мне надо работать. Вот такие дела. Все, до встречи.